Приветствую вас, мои дорогие, на моем канале Ольга Свон. Это видео будет посвящено новым парным ароматам от Aliflame Eclat Nui. Вот так вот выглядят флакончики. Очень красивые, необычные, мне нравятся, как оформлено. Это мужской аромат, а это женский. Сразу должна сказать, что меня удивили эти ароматы, порадовали и удивили, особенно мужской. Сейчас скажу почему. Для меня это не парные ароматы, это два женских аромата. Да, девочки, вы не ослышались, на мне мужской расспылся как женский. Ну давайте начнем сначала с него, раз уж начали, да. Итак, мужская парфюмерная вода, высококонцентрация, ноты. Мандарин, бергамот, горчинка, розмарина и пикантная герань. И в базе черная кожа. Аромат очень красивый. Заявлен как древесный цветочный пряный. Но на мне, вот как он раскрылся, мне кажется, что это скорее цитрусово-цветочный. Я хорошо слышала в начале бергамот. Очень красивое начало у него. И в начале он звучит унисексово. Что такое унисексово-красивый аромат, цветочно-цитрусовый. Но когда бергамот сходит, буквально через минут 10, наверное, этот аромат становится цветочным, нежным, таким очень приятным, утонченным. Есть такая сладкая даже нотка, но она непритерная. И мне это очень понравилось. У меня холодный тип кожи, но мне черная кожа, которая заведена в базе, не раскрылась. И поэтому для меня это такой нежный, женственный аромат. Герань, кстати, звучит здесь очень хорошо. Я не очень люблю ноту герани. Она здесь звучит не пикантно для меня, а очень красиво. Она не пользует этот аромат совсем. Хорошее звучание, такое нежное, цветочное, ну, женственное, девочки. Это женский аромат. Меня это удивило очень. Для меня мужская новинка звучит более нежно, нежели женская. Вот так. Стойкость хорошая, больше 7 часов он продержался на коже. Ну, значит, на одежде волосах будет держаться еще дольше. Шлейф тоже прекрасный. Меня новинка очень порадовала. И я бы себе взяла бы, если была бы еще в миниатюре она. В миниатюре я прям взяла бы 100% себе. И еще во втором каталоге при покупке аромата вы получите вот такой вот гель после бритья парфюмерный и пакетик. Знаете, я посмеялась над этим. Я подумала, ну, вот если я возьму себе этот аромат и подарок получу этот парфюмерный гель после бритья. Где мне его использовать? Или мужчина, допустим, возьмет себе этот аромат слепой, да. И потом побреет, скажет, о, дайте я намажу цветочным бальзамчиком себе личико. Ну, как-то немножко смешно, согласитесь. Ну, это мои мысли такие. На мне он так раскрылся. Это прекрасный женственный аромат, тонкий. Далее, теперь перейдем к женскому. Это шипрово-цветочный аромат. И здесь я соглашусь, да, это шипрово-цветочные ноты. Голубика, жасмины, пачули. Как его описывает Арифлейм. Яркие, как ночные огни, ноты черники, персика и бархатца открывают этот богемный аромат. Но дальше интереснее. Классический жасмин с гламурным розовым нюансом в самом сердце, композицией и чувственный шлейф из ванили, мускуса и пачули. Вот вначале он стартует немного удушливым. Это такой сладкий, удушливый, шершавый аромат вначале. И меня это немножко смутило. Я подумала, почему он такой тяжелый. Но вот эта шершавость, удушливость, она сходит минут через 10-15. И аромат становится более таким нежным, жасминовым. Сладость эта резкая тоже сходит. То есть становится таким нежным цветочным ароматом, приятным. Но, повторюсь, он более какой-то насыщенный, что ли. Более тяжелый, нежели мужской. Стойкость у женского аромата тоже очень хорошая на коже. Он держится более 7 часов. И при покупке данного аромата вы получите крем для рук в подарок и вот такой вот пакетик подарочный. Очень даже хорошая акция. Вот такие были новиночки. Надеюсь, было вам полезно. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на канал. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока.